А ты задай нам, задай нам вот этот вектор, вот эту пунжу, ну хотя бы два слова. Ага, ну да. Давайте с переводом. Рады, рады. Потому что тут уже бактас страдает. I'm saying that, I'm seeing how бактас are struggling when they hear like a river of Russian voice. And Radu Govinda is saying that while we're singing bhajans, before we start to have our own experience, our own pictures, our own, in our mind and in our heart. So, at the first step, we should ourselves imagine something to paint a picture in our mind while we're singing. So, he is asking Damodar Prabhu to set some picture, because I think he wants to sing a little bit. Вы хотите сейчас петь, да, немножко, насколько? Да, да, да. Govinda Mahini, пока вы там компьютер наделаете, да, а Damodar нам сейчас дадат вот этот вектор, ба-баба, пожалуйста. Я, если что, готова, я прошу прощения за задержку. Ну, давай, тогда я в настроении главной темы стиха. Я также задам эту медитацию, этого страстного желания Shremati встретиться с Mohanam, страстного желания, неутолимого страстного желания. Она никогда не выходит из этого состояния, никогда не выходит из этого состояния. Она всегда находится в этом состоянии, в этом потоке. И вот сейчас настроение этого потока, я не буду раскрывать каких-то элементов, которые мы услышим из комментария Анантадаса Бабаджи, но вот в этот поток, войти в поток её страсти, потому что мы сегодня услышим слова её страсти. Мы услышим и узнаем слова этой страсти. Мы узнаем их, потому что они нам знакомы. Мы, как люди, понимаем эти чувства. Дамудар Прабху, he is setting some meditation, while Rada Govinda will sing bhajan. And he is saying that this meditation is connected with today's verse from Rada Rasa Sudha Nidhi. And in this verse, this verse will be about the stream of Radhika's passion. So he is suggesting to think about how Radhika is like a stream, like she has an unquenchable thirst, this unquenchable passion for her beloved. And he is saying that I don't want to enclose what will be in commentary, but let's dive into this atmosphere of passionate desire of Radhika towards her beloved. Radha, Radha, Jumadhar, Jumadhar, вот эта страстная, её страсть, сила её страсти, но где она, где она направлена? На кого она направлена? Она, здесь, на мох она направлена она. И здесь, в этом стихе, есть шесть устремлений, в которых она проявляется. И в данном случае все эти искусности, которые она проявляет, шесть видов искусности, ты выбираешь один из видов искусности и медитируешь на него. В частности, на вид искусности её путешествия к Мохану. Представь себе, это динамическое. Мы говорим о динамике, то есть о Говиндае. Это то, что задерживается в мантре Говиндае. Это когда она бежит по лесу, полное страстного желания. Вот тогда в этой динамике, я так думаю, что это подходит к тому, что ты хочешь выразить. Вот это страстное желание, с которым она уже одета, уже украшенное, уже переполненное страстным желанием, бежит на свидание. Вот с этим. Давайте, пожалуйста, с переводом. Гуру Деф очень сильно просит, чтобы русские бакты были милостивы ко всем, кто нас поддерживает, чтобы они не сидели по полчаса. Рада Говиндаа. And Radha Говинда is asking, but for whom Radhika is so passionate? Дамодара is answering that for her Мохан. And in this commentary, it will be said that Radhika has six arts, and one of her art, her divine art, is the art of her journey, the art of her passionate journey to her beloved and when she's ready and she's about to rush out of her house and we can meditate on this жги да, рада эмоции эмоции разные эмоции эмоции Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он поступает так для того, чтобы родить в Радике высокие волны особенного чувства к нему. Потому что именно эти волны ее чувств делают ее счастливой. И он желает увидеть ее счастье. Это единственный мотив, который движет его жизнь. Иных мотивов у него не существует. He has no other motives. Здесь мы видим настроение Манджари, которое передается через отношение к Кришне. Потому что Манджари смотрит на Кришну глазами Радики. И другого способа они не видят. И они жаждут смотреть на Кришну именно через чувства Шримати Радики, через ее страсть. Потому что Кришна, как это будет говориться в следующих комментариях, на следующие стихи, в одном из комментариев Баба говорит об этом. Что Радика, что Кришна, это выражение суммы всех чувств Шримати Радики. Это воплощение ее любви. Все ее чувства обрели форму, и эта форма Кришна. Если Радика – любовь, то Кришна – это любовь любви. И правильное отношение в стае Бабе именно такое, именно такое, такое отношение, непренебрежительное, непренебрежительное ни в коем случае. И правильное отношение в стае Бабе, это как это. Кришна – это любовь, 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 любовь. Мы должны быть, как сказать, мы должны не neglect Кришна. Мы должны быть любовь, любовь. Это мы можем учиться у Рупы Госвами, у Рупаманджари. Одно из служений которой – это служение стопам Шри Кришны. Она массажирует сердце Шримати Радики. Нежное, трепетное сердце Шримати Радики. И только так мы должны относиться к Кришне, никак иначе. Если мы хотим развить умонастроение Манжари, то мы смотрим на Кришну, исходя из чувств глубокой страсти в Шримати Радики. А не просто на какого-то дружка или любовника. Мы не имеем права оставлять Радику таким отношением к Кришне. Таким отношением мы доставляем ей боль. И будучи выражением всех чувств Шримати Радики, будучи сотканным из неё полностью и целиком, у Кришны нет ни малейшего шанса быть вне, быть за рамками её чувств. Поэтому все сложности, которые создаются им, все встречи, которые непланированные, как будто бы случайные, как будто бы он забыл про неё или увлёкся кем-то другим, создано только для одного, только с одной целью, чтобы сделать её, в конце концов, сделать её счастливой. И все эти непросто встречи с другими госпитами, которые Кришна, которые уникали, и это все, что может быть, он забыл, что он забыл, потому что он встретил others. Это очень странно выглядит с точки зрения привычных нам человеческих отношений, с точки зрения женского взгляда на это явление. It is very strange for us here in the material world how women are perceiving relationships. Но в том-то и дело, что женщины мыслят категориями супружеских отношений. But the point is, why it is so strange for us here in the material world such relationships. Because here in the material world women, they are thinking of relationships in marital attitudes, like marriage relationships, like свакия, да? Правильно? Да, свакия, да. А здесь логика тайных влюблённых. And there in the spiritual world another logic is there. It's a logical secret meeting of lovers. If someone of you, maybe you used to have this experience of secret meeting with lovers, so you can understand. Да, Матара, у тебя есть предотвращение? Мы не отвечаем на эти вопросы. Мы не комментируем, не отвечаем. Мы не переносим это всё в какое-то широкое обсуждение. Ничьи отношения. Итак, продолжим читать комментарии дальше, потому что очень много тем, что главная тема стиха, мы к ней не подошли. Let's continue to read the verse, because we need to go to the main point of this verse. Когда кинкари приходит в кунджу Радики вместе со Шьямой, она решает ничего не говорить, свамине. When the kinkari comes to Radika's power with Shiyama, she decides not to tell свамине anything. Поэтому с вами не будет гневаться и останется покорна Мохану. So that she will not become angry and remain submissive to him. Здесь тоже кроется одна из сокровенных тайн. Here we can see also some secrets. — Манджари и Радика связаны друг с другом чувствами. — Как манджари чувствуют все то, что чувствует Радика? — Манджарис, they can feel what Радика feels. — Так и Радика чувствуется, тоже чувствует, все то же, что чувствует ее манджари. — And Radyka can feel what Mанджaris are feeling. — Они продолжение ее чувств. — They are like extension of her feelings. — То есть, другими словами, она видит, слышит, чувствует все то же, что и они. — Как и манджари, видят, слышат и чувствуют все то же, что и Радика. — И манджарис also, they are able to hear, to feel what their family is feeling. — И здесь мы видим, как, то есть, своих решений у манджари нет. — Манджарис, they have no their personal decisions. — Их решения всегда связаны с счастьем Шематератики, с ее намерением. — А ее намерение — это всегда намерение сделать Шьяму счастливым. — And her intentions are to make her beloved, her Шьяма, happy. — И Свамини чувствует, и манджари чувствует, что чувствует Свамини, и поэтому не разглашает тайну Шьяма Сундары для того, чтобы явить следующее… явить пожар чувств Шьяматератики, потому что дальше мы увидим, как будет явлен пожар чувств Шьяматератики, ее страстное выжелание. — Они становятся очень счастливы, когда видят друг друга. И так они погружаются в океан Нектара. — Это имя Свяду Радха и Мохан. — Когда Кришна пришел, Шьямати пронзил его острыми цветочными стрелками. — И она сделала это при помощи танцев своих несравненных бровей. — Юный Камадев Вриндаваны был полностью очарован этим. — Что за удивительное служение совершает Шьямати своими бровями. — Кинкари видит, это не брови, это черные змеи, которые кусают сердце Кришны и делают его пылающим от желания. — Вот именно эта цель, которая добивалась Свамини, дальше она продолжит напор. Она желает сделать сердце Кришны пылающим от страсти. — Дальше идет уже непосредственная практика. — Что мы должны делать, практикующий должен думать. — И следующая, это как инструкция для нас, для практиченеров, что они должны думать. — О, Свамини, позволь мне медитировать на то, как ты очаровываешь своего возлюбленного танцем своих бровей. — Видеть это и снаружи, и внутри. — Снаружи я вижу танец, а внутри переживаю чувства. — Позволь, Свамини, позволь мне увидеть это, хотя бы раз, хотя бы на мгновение, позволь мне увидеть это. — Кинкари прославляют опытный танец этих бровей, а игривые взглядывающие мати, опытно ложащиеся на шьяму из уголков глаз, еще более изумительны. — Что же там в этих глазах? — Что же там, что за пламя пылает в этих глазах? — Почему эти стрелы, летящие из глаз Ши Мати Ратики, еще более изумительны? — Why these flower errors that are coming out from her eyes, why they are so amazing? — Ши Ма очарован и стоит даже не моргая. — Ши Ма is enchanted and stares at her without blinking. — И дальше мы видим, как Манджари смотрит вглубь Мохана через чувства Ши Мати. — Это удивительно. — And here we can see amazing things, how Manger is, how they are seeing, how they are looking in the eyes of Мохана, in the very depths of his eyes through Radika's feelings. — Мохан ничего не говорит. — Мохан is saying nothing. — Но Манджари способны проникать вглубь его сознания и чувствовать, что он хочет сказать. — И не может, хочет и не может. — И она делает это через взгляд Ши Мати Ратики. — И Манджари делает это через взгляд Ши Мати Ратики. — Взгляд Ратики, который проникает в самую глубину сердца Ши Ма Сундыры. — Because Radika's glance is entering the very heart, the depths of the heart of Ши Ма Сундыры. — И вот какая тайна раскрывается нам. — And here we can see and open this great secret. — Ши Ма подумал. — О, как же прекрасны твои глаза. — And Shyam is thinking, ага, how beautiful are your eyes. — Как он похож на всех влюбленных мужчин этого мира. — How he is similar to every man in love of this world. — Которые не имеют при виде такой красоты. — Who become numb when they see the beauty of the eyes. — И также очарованы взглядом любимых. — And how they are also enchanted by their lover's eyesight. — И также не могут найти ни одного подходящего сравнения. — And they also cannot find the comparison to glorify these beautiful eyes. — И бог всех богов. — And the god of all gods. — Супруг богини красноречия. — He is the husband of the goddess of eloquence. — Он не смог найти ни одного подходящего сравнения, хотя и долго искал его. — And he could not find the proper words for glorifying these eyes, although he was very hard, he was trying to do this. — Вот только задержитесь в этом мгновении, в этой паузе. Ведь это пауза, где весь Вриндаван замер. Не поют птицей в кунже. Потому что кунже — это проявление сердца Манджари. Это её распространение. И здесь ничто не мешает их состоянию. Здесь всё замерло, абсолютная тишина. И ничто не мешает Кришне найти эти определения. Ничто не мешает. Здесь только её взгляд и его восхищение. Её взгляд и его восхищение. — And please, hold on in this moment. Hold on in this picture. Because now everything has stopped when Krishna is trying to find this world. And because these кунжас, why they stopped? The кунжас, they are… Inquiry's hearts, actually. And in this moment, everything stopped in the silence. И сколько длится это мгновение, когда они смотрят друг на друга? And this moment, when they are gazing at each other? And how long does it… Long? How to say… Мгновение или вечность? Is it a moment or is it an eternity? Они не знают. They don't know themselves. Потому что для них времени не существует. Because for them there is no time. И как это похоже на влюблённых в этом мире. And how it is alike lovers in this material world. И далее… Сила Кришнадаска Вираджа пишет Ковин Далиламбрите. Далее я сделаю некоторые изменения, потому что здесь либо неточный перевод, либо неточное отображение смысла. Я прочитаю сначала как есть, а потом поясню все изменения, которые я сделал. Итак, Кришнадаска Вираджа. Чтобы создать глаза Ратики, создатель собрал все самые прекрасные и качественные вещи со всего мира. И после того, что осталось после создания этой красоты, неописуемой красоты… … … … … Да, потому что я сразу меняю здесь смысл. На русском языке здесь смысл неверный. Я не буду даже его озвучивать, потому что он неверный, чтобы он не засорял. И после использования этих самых прекрасных и качественных вещей, то, что осталось, упало на землю, чтобы стать смелями, оленями, птицами чекора, рыбами и синими лотосами. Я бы добавил сюда… И каждый может добавить сюда свои элементы. Я бы добавил сюда небо. Я бы добавил сюда океан. Я бы добавил сюда капельку росы, утренней росы. Я бы добавил сюда многие другие красоты этого мира, и каждый может добавить свое, не ограничиться этим списком. И каждый из нас может добавить свои красивые вещи, которые могут быть оставшиеся из создания Радика. Дамудар Прабху, он говорит, что для меня это небо, это небо, это небо, это небо, это небо. Как чудесно здесь Кавираж Госвами помог Кришне сделать то, что он не смог. Как чудесно здесь Шилакришна даст Кавираж Госвами, он помогает Кришне сделать то, что он не мог не сделать himself. Не сравнивая глаза Шимати Радики ни с чем. Не сравнивая глаза, несравненные глаза, они так и остались несравненными, не сравнивая ее ни с чем. Он описывает то, что осталось. Он описывает то, что осталось. То, что осталось после создания этого совершенства. Он говорит о том, что осталось после создания этого не сравниваемых вещей, как ее глаза. Из этих осколков при создании ее глаз появились все прекрасные творения этого мира. Из этих осколков, из этих, как сказать, как это еще можно сказать… Что это? Брызги красок. Ну да, брызги, остатки красок, материалы. Из этого все. Из этого все созданы все самое прекрасное этого мира. Видите, как красиво Кришнадаска Вражга с вами говорит. Он говорит, что из этих осколков, из этих фрагментов, «это лучшее описание глаз, которое я, по крайней мере, встречал в этих глазах». в своей жизни, лучшее описание красоты и глаз, чем о терапии. Но мы ещё не подошли к самому главному. Мы идём к самому главному. Нагара очарован этими игривыми взглядами и остаётся неподвижна текстаза. Несмотря на то, что он сам является олицетворением экстаза. Although, he is transcendental ecstasy personified. Её полузакрытые глаза, её нежная улыбка очень сильно привлекают меня. Он говорит, her half-closed eyes and her slight smile agitate me, attract me. Это опять же, всё та же мысль, это всё тоже мысли, невысказанные вслух мысли онемевшего Мохана. Он онемел, он не может слова сказать. Это его мысли, его чувства, которые воспринимает Манджари через взгляд Шримати Радики. И так служанка прославляешь искусность сотен сладких игривых взглядов Шримати. Далее мы подходим к самому центральному, к пику этого стиха. Которые могут понять только Манджари и только Манджари. Никто кроме Манджари не сможет понять этого. Это ядро страсти Шримати и ядро стаибавы Манджари. Опыт или искусность Вартану, прекрасно сформированные Радхи, в использовании слов так же удивительно. Варатану, феер-формed Radha's verbal dexterity is also amazing. Мы видим, как от бровей, глаз и далее Шримада идёт вглубь и выражает сейчас, сейчас мы услышим через звук, сейчас мы услышим звук Шримати и её чувства, которые передают вот эту вот пылающую страсть. Мы можем видеть здесь, как Шипада начинает с глазами, потом глаза, и потом мы услышим звук, мы услышим её слова. Шипад Рупа Госвами, то есть это Рупа Манджари, пишет в своей Уджваланиламане, Радха Пракара на 29 стих. Она говорит неясные слова, которые также наставляющие, имеется в виду наставляющие, с точки наставляющие и Мохана, и Манджари, нас практикующих, наставляющие, нас практикующих и Мохана, наставляющие, как и совершенные мантры из Камашастри. Шипи Вишванатха Чакраварти Пады пишет в своём комментарии Ананда Чандрика на этот стих. Шипи Вишванатха Чакраварти Пада writes in his Ананда Чандрика commentary on this verse. Мы видим, как Ананда Чандрика собирают все эти капли нектара отовсюду. Это так удивительно. Баба Джи Махаража И как удивительно. Мы можем видеть здесь, как Ананда, Баба Джи Махаража, как он собирают каждый и каждый капли из каждой source нектара. Он собирают эти капли. Итак, пик этого комментария, пик кульминации, который мы сейчас видим. Такие важные слова, как Вишикарана приводить под контроль. And here now we will witness this pinnacle of this verse. And the main word of this is the main point is Вашикарана bringing under control. Учатана привлечение And also учатана agitating Унмадана сумасшествие Унмадана maddening И мохана очарование And мохана enchanting. Это и есть вот это самое четур. Вот это и есть четур. Тайна этого вот это вот тайна этого четур, который говорит, то есть этого, этой искусности. Там есть вот это слово четур. Это вот четыре. и мы сейчас будем раскрывать, мы пока не пройдем никуда, пока не раскроем содержание этого, которое будет узнано каждым. то есть Радхи говорит Кришне эти мантры, которые изначально изошли из ведических мантр камашастры, но я скажу, что именно от Радхи, то есть Радхи, родоначальница этих чувств, которые были запечатлены в словах и сохранились в ведических камашастрах. Он говорит, что здесь я хочу сказать, что здесь Радхи's words как мантры из камашастра, но вообще Радхи's feelings были в основе, были в основе, и тогда были какие-то слова, и тогда камашастра была сделана из этих слов и из этих feelings. Итак, внимание! Эти слова, эти звуки изошли из уст самой Шримати Ратики на пике ее страсти. And please attention here. These words came from the Radhika's mouth at the pinnacle of her passion. Обратите внимание на ее уста, из которых исходят эти звуки. Она избивчиво, полушепотом говорит Вишикарана. And please pay attention to her lotus mouth, how Radhika, in her deep passion, she's like whispering. She's whispering Вашикарана. Вашикарана. Ха-ха-ха-ха. 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 такая здесь говорится такая форум перевода приводить под контроль, но как мы можем сказать это по-русски? Как мы можем это сказать в нашем понятном человеческом языке? Ты мой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Приводить под контроль. Нет. Приводить под контроль Вашикарана. То есть прими меня. Прими. Владей мной. Вашикарана. Владей мной. Here it is said that Вашикарана is bringing under control, But if we can think about this phrase, we can think what is it, what is inside this phrase, we can realize that Радика is saying that for her lover, that take me. Потому что мы знаем, ранее был дан ключ покорности, которая с вами не выходит из этого состояния, состояние покорности. Because before, we can see how Радика, she was like in submissive mood. Владимир. Сколько страсти здесь, в этом. Сколько здесь сокровенной, скрытой страсти, понятной каждому человеку. And in these words, we can see how much intimate, passionate desires in this phrase. I think every one of us can understand. Она шепчет ему, и его глаза, они могут оторваться, не могут оторваться от ее уст, которые шепчут это. Это, этот страстный призыв. Вы шикарны. Владеем мной. И Радика, while she is whispering this, very, in a passionate way, she is whispering this, вашикарана, like, take me to her lover. And Krishna, he is gazing at her, and her mouth, and he is very attracted by these her words. And this wave is going to him, and overwhelming him. And then she is continuing to make even bigger wave, and she is saying, учатана. Владеем мной. Владеем мной. Следующая волна идет. Он мадана. Также шепот ее. Он смотрит на эти, на движения, на едва уловимое движение ее губ. Он мадана. Я с ума сошел. Я по тебе с ума схожу. Я по тебе с ума схожу. And then this wave is bigger, because Радика, she is whispering, он мадана. It means that I'm mad after you. I'm mad on you. Я с ума схожу от твоей сладости. Я с ума схожу от страсти, которая плавает во мне. I'm mad on my passion towards you. И далее она, она завершает мохана. Мохана. Очарование. То есть переводится как очарование, но это больше, чем я, это потеря, мохан, потеря разума, потеря разума, потеря себя. Я потеряла себя в тебе. Я потерялась. Я потеряла себя в тебе. And then she's ending by the words, like the whispering words, мохана. And here it is enchanting, but it is more than mere enchanting. It's like I completely lost myself onto you. I lost my mind completely, which she's saying. И после этого призыва, понятное, после этих слов, после этого призыва начинается действие, действие, которое известно всем, кто любил. Поэтому Городев говорит очень важно. Очень важно для понимания для понимания расика, для понимания того, что происходит по ту сторону вечности, очень важно в этой жизни иметь опыт влюбленности. And after the call of Radhika, the action is taking place and each and everyone who loved in this material world, he can understand what is it. So Городев is saying that it is an essential thing to understand this transcendental passion, transcendental, these affairs that we have in this material world such feelings also. И дальше начинается это вот действие, дальше это переходит уже в непосредственные отношения, когда они сливаются воедино. And then after this calling of Radhika, their mutual lila is taking place how they become like one. далее Шиппада делает отступление, чтобы как сказать, чтобы сгладить, скажем так, сгладить или углубить вот это вот понимание. Он говорит, что все слова в ртану Radhika сбрызнуты расы Махабхавы. Then Шиппада is saying something to make more smooth this topic. He is saying that Vartanu Radha's words are all sprinkled by the раса of Махабхава. And that is why they have so much influence on Ananda Gana Vigraha Krishna, the very form of intense condensed transcendental bliss. И дальше Шиппада переходит на какие-то другие лилы, которые всплывают перед ним, которые также являются перед дверью этой страсти. And then Шиппада he recalls all other лилas, which also like something before, like these lilas are also taking place before their Samboga lila. Потому что эти слова Vašikarana, Kuchatana, Unmadana и Mohana эти четыре слова звучат постоянно каждый день, каждый раз звучат эти слова, они звучат, потому что это призыв. Это призыв, и поэтому Шиппад говорит о тех лилах, которые также заканчиваются этим. Когда Ратика спорила с ним из-за налога натоплёное масло данное лило, ли злодение цветами бриндаван и пушпы чая налило, все они заканчивались этой страстью. Потому что эти четыре слова – Vašikarana, Uchatana, Unmadana и мохана, these four words, this радикас call is taking place every day and every time. And these лилas, which were mentioned further, like the лила of texts on clarified butter, the dana lila, or about the ownership of brindavana flowers, kushpa, china, lila, also these lilas will end by these four words and this calling of radica. Я хочу, чтобы вы перевели эти четыре слова на понятные вам эмоции в ваших языках, ваших языковых культурах. And I want you to translate these four very essential words on the language of your own feelings, of the language of your culture, of your emotions. that you could understand them. That you could meditate on the condition which these words have inside. the radical condition. condition. Пусть вас не сбивает с толку санскрит. Пусть он не отвлекает вас. Как говорит Гурдеф, пусть не отвлекает вас санскрит говорить на своих языках. Выражайте чувства на своих языках передающих эмоции. Гурдеф is saying that don't be confused with sanskrit. You don't need sanskrit. You need to translate to your own language to understand that you can understand it more and go deep in this understanding. клуб. И тогда возникнет вот это переживание этого пламени, переживание этого страстного желания, которое возникает в свамене, и это страстное желание потом приходит в сердце Кришны, и Кришна воспламеняется, и они оба сливаются воедино. Гурдеф, Это главное событие этого стиха. Главная тайна этого стиха. Она особенная. И я хочу, чтобы она осталась в вас навсегда. Осталась. Понимание осталось в вас навсегда. And this is the main point of this verse. This is the main secret of this verse. And I want that you hold it in your heart, that it would stay forever in your heart, this pinnacle, this essence of this verse. Потому что сейчас Шельпада переходит на другие темы стиха. И он должен пройти их все. Поэтому он переходит на другие темы. И мы сейчас их тоже пройдём и остановимся на каких-то элементах. Because further, Шельпада will move to another topic of this verse. Искусственность Шри Радхи в приходе на свидание с Кришной в Кунджу так же особо. Сегодня она дала намёк Шельмасундаре прийти к ней на свидание, притворившись, отвергнувши его предложение. Как это похоже на женщину, да? Она притворилась, что отвергла его. Нет, 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 нет. Она притворилась, что отвергла его. И её подведённые глаза кричат «да, да, 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 да». И её красивые глаза, шутка на них, шутка «да, да, 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 да». А он не понимает, а он не понимает, и она говорит, «О, до сих пор я знал о тебя как царя Расиков, но сейчас я понимаю, что ты полностью Арасика. Арасика». «Все мои подруги слышат это, видят это». «Баларама это видит». «Даже деревья это видят». «Даже попугай это видит». «Даже трава под твоими ногами это понимает». «А ты настолько глух и слеп и нем». «А мы вспоминаем, что в это время Шемасундара стоит с открытыми немигающими глазами и ничего не говорит». Это предыстория, то есть это возвращение в самое начало встречи. Сколько же препятствий преодолевает домохозяйке, чтобы встретиться со своим возлюбленным? Препятствия дома, препятствия создаваемые другими, препятствия в уме и препятствия в лесу. И каждое препятствие – это целая история. Мы не будем сейчас их касаться. Но анурага – это страсть постоянная, вот именно эта страсть пылающая, так могущественная, что преодолевает все препятствия и очень опытно помогает Шемати встретиться с ее пранавалом. Служанка прославляет искусность Шемати в приходе на место свидания. Мы видим, что здесь также есть речь служанки, которая описывает все эти истории. То есть здесь нет этого текста, но мы понимаем, что служанка, которая привела Кришну в кунжу, она тут же стоит и рассказывает все истории о том, какие сложности выпали на долю Шемати. Все это служанка сейчас ему рассказывает, а он стоит с открытыми глазами и не может ничего сказать. И далее мы возвращаемся к этому. Но главному событию, после этих слов, которые сказала Шемати, после этого призыва, после этих звуков, которые зашли из ее уст, мы возвращаемся к этому моменту. Океан расы божественной четы вздымается, и служанка незаметно покидает кунжу. Сейчас Радха и Шьяма погружаются в океан нектара любовных игр. Служанка наслаждается этой всегда свежей сладостью опытных любовных игр, смотря на них через щели в листве кунжи. И она прославляет искусность этих любовных игр. Мы видим, как Шрипада здесь прикасается к этому, как Бадананда Сарасвати говорит о том, как он прославляет это здесь, как он может, насколько он способен прославить, он прославляет это. Вот он здесь, эта маленькая строчечка об этом, он прославляет искусность, потому что он же не говорит, он наблюдает, но он запоминает за тем, чтобы потом поделиться этим, как Шрипада, поделиться этим со всеми, с нами. Затем игры завершаются, и служанка входит в кунжу, зная, что пришло время ее служения. After the pastimes are over, the maidservant enters the bower, knowing that her time to service has come. Это то самое «рам-рам». Рам-рам — это когда они теряют самоопределение, когда Божественная чета теряет самоопределение, и она нуждается в помощи. И здесь дальше идет секрет, открытие. Практикующий должен прославлять опытность Шрипады в преданном служении. Шрипада чувствует, чувствует вот этот пик, прохождение этого пика, кульминации их отношений. И появляется именно на пике, когда они более всего нуждаются в его служении. Чтобы запомнить все о мельчайших деталях. Как с точки зрения чувств, так и с точки зрения произошедшего событий. Чтобы потом в нужное время спасти Шримати этими картинами, подарив ей эти воспоминания, вернув ей эти воспоминания, вернув ей эти картины. Шрипада хранит все эти игры в пространстве своего сознания. Не как застывшие картинки, а как динамику реальности, которую он может проживать и демонстрировать снова и снова. Демонстрировать, чтобы проецировать на сердце Свамини во всей полноте чувств. Сейчас Лолита, следующая тема, финальная тема, которая затронута в стихе. Сейчас Лолита, Вишака и различные другие подруги входят в конжу, прикрывая своими вуалями уста и хихикая о пикантных играх Радхи и Мадхавы. И здесь последняя тема, что Лолита, Вишака и различные другие подруги входят в конжу, прикрывая своими в голове, while they giggle, while they giggle about Radhika and Madhava's noted pastimes. Шипада специально не заостряет внимание ни на чем другом, кроме главного. Поэтому здесь слегка касается этой темы, говоря «Слава расе смеха и шуток Ширадхи и ее подруг». Here Shipada is not telling something in detail, he is just like few strokes, he is saying like glories also to the rasa of laughter and joking of Ширадхи и ее подруги. Это очень важная точка, комментария, очень важная. It is a very essential point in this commentary. Шипада не выходит из состояния Манджари, хавы. Here Shipada is not coming out of Манджари's mood. Не выходит из Таебавы. He is not coming of his Таебава, coming out of the state. И просто выражает славу, вся слава расе, смеха и шуток Ширадхики и ее подруг. То есть он выражает почтение этой расе, но сам не идет в это настроение. He is staying in his Таебава, in his Манджари's mood, and he is just glorifying this rasa of girlfriends, of joking and laughter of girlfriends. And himself, he is not going through this rasa. He is just glorifying it. Так, совершается комментарий Шипады. В четвертом стиху Шиширадха расосудание. This is the ending of the commentary of Shippada on verse 64 of Шиширадха расосудание. Я хочу представить наших гостей, которые участвовали в этом зуме. Это русские преданные, ученики Шиона Рануга сами. Махараджа. И ученик Прим Прайоджина Прабу. Двое, они не доставили, но они участвовали. И тот поток, который у тебя был, в том числе, благодаря тому, что Шимати Радика знал, что они здесь. Враджавилас Прабу, его супруга, Индамуки, они ушли чуть раньше, потому что у них просто время было назначено. Радик. 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 Соняйте, я радик. Донбасс, мы были вовремя, 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 в твоих эмоциях и твоих чувствах, что вы открываете нас. И, в то же время, было очень красиво, что мы тоже были здесь, для русских слушателей, которые были, я думаю, тоже, я думаю, тоже, я думаю, touched by your feelings. И это было очень приятно слышать, наверное, в своем языке. Для нас, мы благодарим Говенда Мохини, что она дала such красивую переводку. И я сидя здесь, и я просто прошу, что я могу также чувствовать себя вовремя, 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 вовремя. Я очень впечатляю, спасибо. Она говорит, что она очень поражена, она очень рада, что тут волею, да, Радики, присутствовали русские бакты, которые могли на своем языке вас послушать. И она, конечно, поражена глубиной ваших чувств, вашим вот этим полетом. Он тоже молится, чтобы тоже ощутить этот полет когда-то. Вопросик маленький, нет? Не успеваем. Подождите, можно я скажу просто Индумати, она сказала, сегодня последний день, когда перед переездом, она прям просила, говорит, пожалуйста, закончите вовремя. Я вот очень ее уважаю, ребят. Ну вот, давайте мы отпустим Домодара Прабубу, потому что они завтра уже переезжают. Сегодня, Домодара Прабубу, мы переходим к Криснадару, к Криснадару, к нашему месту. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Большое. О, Джейнанда, я хотел бы сказать, что его голос не было, но его голос не было сегодня, поэтому мы должны слушаться. Моя голос не было, что сейчас будет, что происходит. Да. Правда? Хорошо. Я хочу всегда учиться, что голос не было, что голос не было, потому что голос не было. Фоль-фоль-фоль. Я поговорил с Городом Говиндадзим. Он был очень много фоль-фоль. Домодара Прабубу был очень много фоль-фоль. Поэтому, в Бриндаване, мы хотим узнать и услышать свои ощущения, что это всегда приятно, чтобы общаться. Спасибо большое. Учиться у русских чувствам. У вас и Рада Говинда, он говорил, русские бакты сотканы из чувств. Мы, говорит, здесь во Бриндаване тоже хотим у вас этому учиться.